Если вы получили права и купили машину, это еще не значит, что вас полноценно можно считать автомобилистом. Остался последний этап подготовки всех документов и регистрация транспортного средства. Звучит довольно просто, хотя здесь есть свои нюансы. О том, как это сделать правильно, избежать лишней бумажной волокиты, а также о подводных камнях, расскажем в новом выпуске ГАИ на связи. С 1 по 7 февраля на территории Республики Бурятия зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два участника дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. Сотрудниками госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением было выявлено 2261 нарушение правил дорожного движения. В том числе задержано и отстранено от права управления транспортным средством 140 водителей, которые на момент задержания находились в состоянии опьянения. Два дорожно-транспортных происшествия у нас произошли. Одно в железнодорожном районе 1 февраля, когда у нас женщина, управляя автомашиной Мазда, при выезде на главную дорогу, предварительно не уступила преимущество автобусу, совершила с ним столкновение. В результате пострадала ее 29-летняя пассажирка, она была доставлена в медицинское учреждение. И с 7 февраля у нас при Байкальском районе водитель, управляя автомашиной АК, предварительно не справился с рулевым управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Тойота Дюна. В результате ДТП водитель АКИ был с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. Уважаемые участники дорожного движения, не пренебрегайте личной безопасностью. При движении в транспортном средстве всегда пристегивайте ремень безопасности. Уважаемые водители, контролируйте, чтобы ваши пассажиры были всегда пристегнуты ремнями безопасности. Это сохранит их жизнь и вашу. Регистрация машины проходит в два этапа. Во-первых, вам необходимо подготовить все документы. Список вы видите на экране. После этого приезжайте в отделение ГИБДД, где сотрудники проведут осмотр вашего автомобиля. Важно помнить, что необходимо зарегистрировать авто в течение 10 дней после покупки. Это обязательное условие. Инспекторы ГИБДД проверяют техническое состояние машины, не числится ли она в угоне и нет ли запрета на регистрацию. Если не выполнить требования в срок, полагаются штрафы. При первом нарушении от 500 до 800 рублей, при повторном до 5000 рублей. Также вас могут лишить права управления автомобилем. Сколько вообще этот этап по времени занимает? Сколько вы здесь? Вот этот? Да недолго, минут 20. Все, сейчас вот с вашим автомобилем закончили? Да, да, да. Дальше что вы будете делать? Регистрировать. Записались на регистрацию и зарегистрировали автомобиль, получил номера. Переходим ко второму этапу. После того, как сотрудники ГИБДД осмотрели ваше авто, вы направляетесь на саму регистрацию. Кстати, подать заявление можно на госуслугах. Это очень просто. Заполните форму, выберите удобную дату и оплатите пошлину. В настоящее время межрайонный регистрационный экзаменационный отдел предоставляет государственную услугу по регистрации транспортных средств. В данное время граждане обращаются для проведения регистрационных действий, таких как постановка на государственный учет, изменение регистрационных данных, снятие с государственного регистрационного учета, возобновление, а также прекращение регистрации транспортных средств. Сколько по времени длится вот этот этап? Что людям необходимо принести с собой, что нужно знать? Этап этот у нас не превышает 60 минут, то есть одного часа. И соответствующие документы, которые гражданин предоставляет, регламентированные нашими правовыми документами, в зависимости от того, с какой целью гражданин к нам пришел. Зачастую граждане к нам обращаются с такой проблемой, как продали автомашину, и новый собственник не ставит ее на учет. Соответственно, штрафы, налоги приходят к нему. В этом случае заявитель вправе обратиться к нам лично, либо подав заявку через государственный портал для прекращения регистрации. В этом случае он предоставляет документ о переходе права собственности и тем самым подтверждает, что от него это транспортное средство выбыло из владения. После успешного выполнения всех требований вам прямо на месте выдают госномера, и теперь вы полноценно можете считать себя автомобилистом. Помните, ваша безопасность зависит только от вас. Будьте бдительны на дороге. Это была программа ГАИ на связи. Увидимся через неделю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА